Сразу задам вопрос. Скажите, а у вас вот эти техники вот эти вот, они не вот так, что бумс? Да что, молотком бьем, кулаком, зуб белый деревянный. Мы тогда пошли. Не, ну фея. А зубака не выпустят. Ничего я не бью, не кручу, никаких скруток не делаю. Просто буду гладить, а буду ставать легче. Так, как зовут? Богдан. Ну рассказывай Богдан, что было. Снимки, яркость добавь. Тут есть несколько. И ты показывай мне. Яркость добавь. Сниму плохо. Сниму плохо. Ну стоп. Давай дальше. Дальше. Стоп. А так. Еще давай. 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 Аааа. Давай дальше. Вот молодец. А вообще. Спонделез. Дальше. 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 Только шейный я делал, да? Дальше. Да, у нас шейный. Такие изменения только по одной причине. Дальше. Дальше. Постоянно где-то мышцы были. Были в спазне. Здавливали. Потому что такое происходит. Так забыл, как звать. Богдан. Богдан. Снимай часы. И теперь вставай так напротив мамочек. Опа. Полетели все. Голоски. Вот полюбили. Бачишь ли по линии с пальцем. По линии вставай. Раз. Сюда. Ну и так стоишь. Руки повесив и стоишь. Все. Не болтай. Просто не шевелись. Дальше. Непроизвольные движения еще есть. Нужно трему. Раз. Потом левая рука завернута. Да, да. Трапевция левая подтянута чуть-чуть. Можем включиться. Видите в операции. Титуны заключиться. Наверное. Ужи заключиться. Ну и зазор тут чуть-чуть больше. Палец болтается. А тут. Видно, что тут. Не надо поднимать. Ты стоишь. Тут болтается. Тут чуть-чуть уже не поднял. Ну ладно. А ну-ка ляжь вот так. На стол. Лицом у них. На стол вот так ляжь. Я подумлюсь, ноги по длине сразу. Давай, паски снимем. С носками. Может быть. Носи маленькие. Ёмкие палки. Нифига себе маленький. Иди, дивиться. Тринадцать лет. Один сюда. Дивиться на сколько нога. Короче. Пятка все. Он уже подтягнул чуть-чуть. Ну все равно. Видно или нет? Не видно. Фотографируйте. На руку кабель. Ну сейчас я фотографирую. Да, я знал. Фотографируйте. Чтобы ему показать. Нет. Дело в том, что мы эти все технологии проводили у кинезиолога. Подожди. Но кинезиолог выровнял их сразу? Нет. А я выровняю. Я не против. Так я вам показываю. У него опять оно просто уезжает. Так а как вы хотели? Надо же заниматься. А если он еще будет в ноутбуке сидеть? Слышишь, Годя? Внимание. Годя, Богдан. Слушай внимание. Фотографировали? Хорошо. Если ты будешь втикать в телефон, ноутбук, тебя будет затягивать так, что ты не знаете, Мишура, а ты живешь с ним. Вона даже не расправляется. Вона выше. Это как? Ладно. Стоп. Раз. Пятка достает. Нормально. Хорошо. Рыбками. Сейчас снимем. Рыбками. Рыбками вот это идет. Видно, что рыбками? Сейчас уже не такие. Рыбками вот это идет. Я уже поразтягиваю чуть-чуть. Тут буду. Если ты вольный, а вот говори. Так. Я могу сказать. Ты не держи ногу. Хорошо. А ты если лежишь, чтобы так не видишь ноги и руки, ты понимаешь, где они лежат? Да. Понимаю. Одинаково, что ноги и что руки? Ну да. Точно одинаково. Ну, понимаю. Хорошо. Все, вставай. Давай, поворачивайся вперед. У него не произволено. Тебе давление не нормально. В его годы давление должно быть где-то 100 на 60. Вот так. У него повышено. Вот. Садись. Сейчас померяем. И пульс, наверное, тоже туда лицом. Туда. Пульс у него постоянно повышенный. Но бывает, была брадикардия. После того, как мы вот эту травму он получил, вот это переживало, мы делали этот… Травму когда получили? В третьем классе. А, чтобы тебе кто-то ударил или что? Да. И получается… А когда ударили? Шею. Шею. Прямо. Покажи какой удар был. Откуда? Я думаю, это из-за борьбы больше у меня. На борьбе кувыркался тоже приступ. Да на борьбе и хватает за шею. Что же мне не надо с этого начинать? Что-нибудь там нормально. Не. Я просто одну тренировку. Постоянно говорю. Пошел одну тренировку и у него был приступ. Покатав себя, по кувыркался. Я понял. Вот надо было проехать по сущей сегменте. Так нельзя рубить, если проблема в шейном отделе. Но мы же не знали. Даже просто тянуть нельзя. Не то, что там еще упираться в голову, как на борьбе, на боксе, упираться. Да. Накувыркался. И тогда мы думали, что… И вот это у него сердце получается непонятно, как билось. То быстро, то медленно. Ну, экстрасистолия. Было что-то такое. Мы кардиомониторинг делали. И нам признавали. Говорят, мы не знаем, что с вами вообще. Это может быть от плохих болячек до… Он сейчас был отжаловаться, что он вытемняет глаза. Это повторяет план. Пока весь качает, можно говорить. И перестанет качать, мы уже не раздавали. Это все по одной причине. И проблема в мышцах и в шейном отделе. И в позвоночнике проблема. Не только в шейном отделе. Это же у вас снимок только в шейном отделе. А там, если посмотреть, и там, наверное, зазоры между позвоночным сегментом. Мы не начинаем уже и не. Ну, просто так делать его не надо. Можно просто простой снимок сделать. Не поделиться по зазорам. Какие зазоры между позвоночным и сегментами. И сделать выборы. Ну, его можно пока местнее делать. Так вот, давление у него 134, 80, 87 пульсов. 134, 13 года. У него должно быть, ну, 100 на 60. Если говорят, что 120 на 80, то в таком возрасте должно меньше. У меня уже прожило сколько дней. В Продолжение следует...